Минфин 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 услуг ожидают повышения конкуренции в связи с новым предложением Минфина. Федеральное ведомство опубликовало законопроект, по которому планируют привлечь бизнес к оказанию социальных услуг. Уже в первый год работы закона честным компаниям планируют отдать 20% объема социальных услуг, в 2019 году уже 40%, а в 2020 более половины этого рынка. Компании будут привлекаться в сферу образования, социальной защиты, культуры, спорта и здравоохранения. Большие государственные деньги. Часто мы видим такую тенденцию, что у нас появляются избранные исполнители, которые оказывают данную услугу. Если доступ к этим деньгам будет на одинаковых условиях для всех частных компаний, то, конечно, конкуренция будет расти, доступность услуг будет расти. По словам представителей рынка частной медицины, Пермский край является одним из российских лидеров по оказанию реабилитационной помощи инвалидам. Всего в Прикамье порядка 20 таких частных центров. В Хохловке стартовал 11-й международный фестиваль этнокультуры Камва. Сейчас на главной сцене началось открытие трехдневного мероприятия. Сегодня вечером состоится Камва-пати с участием диджея Рампу из Берлина. Организаторы обещают зрителям насыщенную программу и в выходные. Это на кинофестиваль воздушных змеев, показы на моды и многое прочее. Входной билет на один день мероприятия стоит 500 рублей, а вездеход на три дня – 1800. На эти деньги в Хохловке можно поставить палатку. Бюджет фестиваля в этом году составил 5 миллионов рублей. Средства выделены Минкультом края. Ежегодно здесь собирается более 20 тысяч человек. В прошлом году Камва также стала членом торгово-промышленной палаты Пермского края. Организатор фестиваля Наталья Шостина стала идеологом программы «Пермские бренды». Один из первых продвигаемых продуктов – вода с логотипом фестиваля Камва. Далее о погоде следите за событиями края вместе с РБК.